Ну, что я предложил бы таким, то есть какие каналы я не рекомендовал, я предлагаю не смотреть, не тратить время, что я предлагаю из техники, я критикуешь, предлагаю, термин товарища Сталина, слоган, надо ему следовать, поскольку не самый глупый человек. Что я предлагаю? Ну, кое-что я уже говорил из того, что было, скажем так, у меня вот там сзади, наверное, видно. Я уже говорил и показывал в других своих стримах, обращениях, как я работаю с разными кристальчиками, рекомендую работать с разными кристальчиками. Они реально заряжают. Как, я расскажу, наверное, чуть позже. У каждого кристалла своя энергетика. Что я делал, я показываю, какие, говорят, с чего начать. Я уже давал технике «Пойми карандаш», я уже рассказывал о генераторах, я рассказывал об ионизаторе, вот я там показал ионизатор, какой сзади меня стоит. Я уже показал качер Бровина, хотя обычная катушка Тесла тоже делает завихрение и выдает аргон. Я показал генератора аргона из кристаллов, что нужно работать с кристаллом. Что я еще предлагаю из техник? Ну, ионизатор воздуха, который поможет немножко поглощать то, что на нас лезет в химтрейлах. Говорят, что это дорого. Да нет. На самом деле, вот такой кристалл нефритовый для массажа, для работы с ним, или вот такой кристалл, на самом деле он недорого стоит. Кристаллы достать очень просто, потому что есть, работает и шунгит в воде, если поместить. И вот это, это этот кремний обычный, вот по нему если стукнут запах горелого мяса, но это тоже кристалл паленой шерсти, как угодно. Это тоже кристалл, и он валяется везде, он побережен, но он есть в дорогу, на него в Псковской области видел дорогу, в которой вместо гравия несколько метров, десятки сантиметров как минимум, а бывают еще и глубже, там такая подложка под асфальтом из такого камня. Кристаллы можно найти везде, очень дешевые, они там бывают 200 рублей, бывают 300, на Алиэкспресс можно заказать и так далее. Ионизаторы. Ну, я не могу сказать, что дорого это все. Вот такая вещь 1700 стоит. Это тоже увлажнитель воздуха. В DNS это не реклама. Купите. Ионизатор, чистый ионизатор, который будет фильтровать тяжелые частицы. Что я еще предлагаю? Вот такие вещи. Сделать небольшую ртутную антенну. 1-2 градусника, либо датчики из положения ртутные. Можно заказать на Алиэкспресс. Вот в такой вот любой кулончик поместить и склеить обязательно, потому что она супер текучая. Вода не проходит, а ртуть проходит. И заклеить. Вот я тут даже холодной сваркой. И получается вот такая ртутная антенна, она гасит всю радиосвязь вокруг. То есть если она в центре груди поместить, и вот будет такая цепочка, то все эти излучения 5G, которые влияют, это слабые взаимодействия. Все, которые идут, чтобы разорвать тонкие взаимодействия, уменьшить усваиваемость крови, чтобы трахеи там в легких, все вот эти вот бактерии, нехорошие вырастить, а хорошие погасить, разрушить тонкие альвеолы и так далее, повредить легким, они будут, не могу сказать, что полностью блокируются, но влияния будет меньше. Это то, что делаю лично я. Из психотехник. Я уже говорил о перепросмотре, о том, что все из детства, и нужно очень важно первое детское воспоминание вспомнить, и посмотреть, как оно влияет на свою жизнь. В сеансах это будет чуть позже выложено. Что я еще рекомендую? Пойми карандаш, любую вещь, проблему нужно понять. Даже вот ребенок, я выложил в своем канале, чуть позже говорит, болезни, а не из ваших причин, говорит. Это так. Любая ситуация имеет корни 99%, наверное, все-таки, по крайней мере, частично внутри тебя самого, воин. Найди корень. Пойми карандаш. Есть такая техника, которую я дал. Пойми карандаш. Помимо того, что я рассказал в этом видео, все-таки пойми карандаш. Что еще рекомендую? Не нужно работать с мертвяками. По крайней мере, для начала. С чего начать? Попробую начать с простого. С простых банальных шариков. Вот в ладошках сделать, накачать энергию. Белый шарик, либо чисто зеленый шарик. Всего хорошего. Гармонии, добра, любви. Либо себе его расстроить. И посмотреть, что с энергетикой происходит. Своей. И подарить можно ближним, домашним. Да хоть кошке. И посмотреть, какая реакция пойдет. Можно подарить мне, можно символу. Рекомендую. Все хорошее. Негатив не нужно, потому что этот некий образ порчи будет. Не нужно. Хорошая, гармоничная любовь, добро и солнышко на рассвете. Вот я на рассвете записываю свои ролики, как правило. Послать такой шарик маленький восходящему солнцу, рассвету. И посмотреть, что будет происходить с энергетикой. Не нужно много там. Раз в день, два. Два-три шарика в день максимум. Потому что иначе будет выкачка. И посмотреть ответ, что откат, бумеранг, как угодно можно сказать. Возврат энергии к тебе. От мира, от себя. Что будет дальше? Я думаю, ты почувствуешь боль. Попробуй дать такой шарик условно хорошему человеку и условно плохому. Сравнить можно откат. Дать шарик Трампу, мне, товарищу Сталину и условно вашему губернатору. Посмотреть разницу в реакции. И вот по этой разнице, по волне энергии, по ощущениям возникающим, можно уже чувствовать и понимать, что за человек, с чем мы имеем дело. Какой отклик. Ну, пожалуй, на сегодня достаточно, ибо затянулся ролик. Добра, воин. Все только начинается и будь бдителем. Троллей полно и нужно фильтровать информацию, которая идет. Критерии я уже назвал. Будем работать и победа неизбежна. Всем пока и реально добра. Будь со мной, воин. Будь со мной. Прорвемся.